Что касается регистрации на Центральной избирательной комиссии кандидатов в президенты, позиция моя сохраняется прежней. Я считаю предполагаемое решение Центральной избирательной комиссии политическим. Я крайне сожалею, что Центральная избирательная комиссия принимает решения, связанные с ограничением для российских граждан участия в выборах президента России. Тем более на фоне предложений, уже высказанных президентом Медведевым о том, что сокращается число подписей, оно будет доведено до 100 тысяч в ближайшее время. Поэтому дух сегодняшнего закона и Конституции заключается в том, чтобы максимально дать возможность самим гражданам определять, кто является кандидатом в президенты России и самим гражданам определять свое отношение к тому, кто должен выполнять это высочайшее поручение граждан России. Я хотел бы высказать искреннюю признательность очень многим политикам России, которые вчера поддержали меня. Это для меня очень важно. Несмотря на то, что мы являемся оппонентами политическими, с целым рядом ведущих политиков России, тем не менее они сочли возможным высказаться очень определенно по предполагаемому решению Центральной избирательной комиссии. Я ценю это высказывание и считаю, что это признак демократичности с их стороны и уважения к духу закона и к духу российской Конституции. Поэтому еще раз подчеркиваю и выражаю признательность всем тем политикам, которые очень активно и публично поддержали выдвижение моей кандидатуру, несмотря на то, что я являюсь их конкурентом и оппонентом на этих выборах. Особая моя благодарность миллионам российских граждан, которые поставили свои подписи. Я буду делать все, чтобы выразить уважение к этим гражданам, к их подписям, к их мнению. Я получил огромное количество звонков от самых известных людей России, которые поддерживают мое выдвижение и выражают свое несогласие с предполагаемым решением Центральной избирательной комиссии. Я убежден в том, что во имя торжества закона в России, во имя будущего России должны приниматься другие решения, которые позволяют гражданам в большей степени влиять на процесс выборов и на отношение к тем кандидатам, которые претендуют на этот высокий пост в нашей стране. Николай Алексеевич, вы будете оспаривать в решении прогноза? Что же все-таки с подписями? А действительно там процент брака из-за того, что было очень короткое время дано, на то, чтобы их собрать? Либо же вы считаете, что в Центральной избирательной комиссии как-то... Значит, сбор подписей осуществлялся гражданским образом. То есть в этот раз партия Яблоко не платила за сбор подписей. То есть граждане могли сдавать подписи по всей территории России самостоятельно. И в последние дни мы получали по 150 тысяч, по 200 тысяч подписей в день. Мы контролировали поступающие подписи с учетом тех обстоятельств, которые были. Но мы точно знаем, что абсолютное большинство поданных подписей, абсолютное большинство, это подписи реальные, реальных граждан, и они были представлены. Теперь хочу напомнить вам, что когда принималось решение по подписям именно в законодательное собрание, на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, то по таким партиям, как Правое дело, Патриоты России, была осуществлена графологическая экспертиза, официальная графологическая экспертиза УВД Санкт-Петербурга. Результаты этой графологической экспертизы были объявлены на заседание комиссии. Там до 60% подписей, а по одной из партий до 80% подписей были признаны недействительными. Тем не менее, комиссия приняла решение о участии этих партий в выборах. Это, так сказать, ответ по существу. Наконец, я думаю, что главными мотивами принятия такого решения являются, как я уже подчеркивал, не технические вопросы самих подписей, потому что миллионы граждан голосовали только что за партию «Яблоко» в декабре месяц назад, ну, чуть больше месяца назад, там больше 2,5 миллионов голосов было отдано. Поэтому очевидно, что кандидат, имеющий за спиной такую поддержку, имеет политическое и моральное право участвовать в выборах. Григорий Алексеевич, вы будете оспаривать это решение? И вы еще обещали, как бы оспаривать регистрацию Прохорова, в случае, если ЦИК отхажет вам прибыль? Значит, я не думаю, что мы будем оспаривать регистрацию Прохорова. Я думаю, что после принятия ЦИКом официального решения по регистрации моей, партия примет соответствующее решение.